Что делать потребителям при нарушении их прав и как вести себя в спорных ситуациях? Эти и другие вопросы на конкретных примерах рассмотрели сегодня специалисты Роспотребнадзора на прямой линии в Чебоксарской городадминистрации. Алло, добрый день, говорю. Это прямая линия слушается. Звонки раздаются один за другим. Эта прямая линия оказалась не только прямой, но еще и горячей. Представители Роспотребнадзора каждую жалобу фиксируют. На одни вопросы реагируют сразу, но другие просят временное уточнение. Мужчина, проживающий в микрорайоне Байконур, обращается в общество защиты прав потребителей уже не впервые. По его словам, от посетителей, работающего в стенах его дома пивного бара, много шума. Жители очень беспокоят, что увеселительное заведение находится рядом с несколькими детскими центрами. С нашей стороны мы, конечно, полномочий по закрытию предприятий потреб рынка, конечно, не имеем. Мы несколько раз выходили, данное предприятие обследовали, предупреждали. Если, значит, у них с их стороны никаких изменений не было, значит, по недопущению впредь вот таких, значит, шумов или там всяких около данного кафе различных разборок со стороны посетителей, которые уже слегка пьяны, да. Поэтому ваш вопрос теперь будет, она в особом контроле. Другой дозвонившийся потребитель стал невольным свидетелем, когда бабушка случайно уронила банку молока с прилавка, и сотрудники магазина обязали ее заплатить за испорченный товар. Такая ситуация знакома многим, но как вести себя при таком раскладе, знают не все. Если вы не пробили на контрольной кассовой технике товар и не оплатили его товар, значит, ответственность все несет продавец. Все действия, которые были направлены в отношении престарелого человека, да, когда она покупала, были неправомерны со стороны администрации продавца. То есть не обязан, так ли? Нет, нет. О том, что товар можно вернуть или обменять в течение двух недель, знает практически каждый житель нашей республики. Однако интересные вопросы возникают даже в таком, казалось бы, на первый взгляд, простом случае. Купила дорогие часы 10 дней назад. По совету продавцов пошла в мастерскую. Мне нужно было урезать браслет, широкий был очень. Сняли два звена. Эти два звена я храню в коробочке от часов, они у меня есть. И вот сейчас 10 дней хожу с этими часами, я смотрю, они постоянно отстают. Я бы хотела обратно их в магазин сдать, а может быть обменять, но лучше сдать. Вот что мне теперь делать? Согласно закону, если в товаре есть какой-то брак, то потребитель вправе написать претензию, отказаться от него и вернуть деньги. Приводить товар в первоначальный вид, к примеру, как в этом случае с часами, возвращать звенья браслета на место не обязательно. Такие прямые линии с участием профильных специалистов полностью проблемы за потребителей, конечно, не решат. Однако могут подсказать жителям республики, как правильно себя вести в спорных ситуациях. Оксана Замятина, Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов. Республика.